У нас гость, да, балерина нашего Новосибирского театра оперы и балета, Мария Кузьмина, правильно? Ну, я думаю, вы тогда можете начинать, рассказывать о себе, чем вы занимаетесь, как давно вы в театре, как вы начали работать в театре и вообще, как вы решили стать балериной и почему. Здравствуйте, меня уже представили, меня зовут Мария, Маша, родилась я в городе Хабаровске, это далеко, это на Дальнем Востоке, это небольшой город, но очень красивый город. В нашем городе нет оперного театра, как в Новосибирске, театр оперы и балета, есть только музыкальный театр, музыкальные комедии, как вот здесь вот в Центральном парке. Балета в нашем городе тоже нет, так какового балета, чтобы была балетная школа, была профессиональная балетная труппа, есть студии детские. И когда я была маленькая, я, как все маленькие девочки, любила танцевать, кружиться перед зеркалом, надевать разные мамины юбки. Но чтобы быть балериной, у меня не было такой мечты. Моя мама учительница русского языка и литературы, и мне больше нравилось повторять за ней, проверять тетради, что-то там писать. Помогать маме после работы. Помогать, да, но, наверное, моя профессия, это скорее такая не случайная случайность, потому что мои родители увидели совершенно случайно, очень поздно рекламу о том, что открывается детская студия, называется «Фуэте», и принимают маленьких девочек, вот такого-то, такого-то числа, во столько-то, во столько-то состоится просмотр. И меня привели, набор в студию, да, когда смотрят девочек, какие у них данные, как они, имеют ли они музыкальный слух, то есть как они двигаются под музыку. Я не скажу, что я была какой-то вот прям талантливой, и сразу там села на шпагат или как-то гнулась, но, тем не менее, меня взяли в эту студию, и я пошла в первый класс общеобразовательной школы и пошла в студию. А большой набор был, когда... Да, конечно, набрали очень много девочек, было очень много желающих. Тогда в Хабаровске это была такая вот студия очень высокого уровня, потому что педагог, который как бы организовал её, он закончил Московскую академию хореографии, и как-то вот его судьба привела в Хабаровск. И он был главным балетмейстером музыкальной комедии, и на базе вот музыкальной комедии, театра, открыли вот эту студию. Но это не была самодеятельность, это всё-таки был такой профессиональный, ну, как у нас сейчас принято говорить, кружок. Потому что мы участвовали в спектаклях, то есть мы уже выходили на сцену, будучи какими-то там совершенно ещё детьми, которые мало что умели, но тем не менее наш педагог, он всегда старался занять нас в спектаклях, чтобы нам было интересно. Профессиональных спектаклях? Профессиональных, настоящих спектаклях. Мы танцевали, мы даже что-то там подпевали, потому что это музыкальный спектакль. Вот, и в 7 лет я начала заниматься балетом, и к 10 годам Андрей Владимирович, вот руководители, ну, вот этого нашего кружка, он подошёл к моим родителям и говорит, надо Машу обязательно отдать в хореографическое училище. Но я была очень домашним ребёнком, и меня, мои родители подумали, что я не пойду на такой серьёзный шаг, чтобы уехать из дома, уехать так далеко в Новосибирск. Это больше 4,5 тысяч километров, это надо понимать, что это очень далеко от Хабаровска. Но он так настоял, что обязательно Машу надо отдать. То есть вам было 10 лет? Да, мне было всего лишь 10 лет. Он взял меня одну и повёз сюда, в Новосибирск. Привёз, и он был уверен 100%, что я поступлю, что у меня не будет никаких проблем с поступлением. И меня взяли. Да, меня взяли. И с 10 лет началась моя настоящая, самостоятельная, серьёзная, взрослая жизнь. То есть в 10 лет моё детство закончилось, потому что мама, родители, моя сестра, они остались жить, конечно, в Хабаровске, а я одна летала на самолёте, ездила на поезде. Да, я училась здесь, жила в интернате и летала домой только два раза в год, на зимние каникулы и на летние каникулы. Да, это был очень-очень-очень такой серьёзный шаг для моей мамы. Она очень-очень переживала это. И она очень скучала, да. Но я очень благодарна своим родителям, что они дали мне возможность закончить училище, что они отнеслись, ну, с пониманием к моему выбору. И не так, как многие родители, которые решают за своих детей, что им нужно, и делая за них выбор, куда их отдать учиться, там, хочет-не хочет ребёнок. Нет, они всё-таки слушали меня. То есть это было ваше решение? Это было моё решение, да. В 10 лет? В 10 лет, да. Это очень серьёзное решение. Да, потому что сейчас, когда я смотрю на многих детей десятилетних, и я вспоминаю себя, и я думаю, боже мой, как в 10 лет ребёнок может что-то решить? Это серьёзно. Решить уехать от родителей, жить в новом городе, очень далеко. Я помню свои первые каникулы зимние, когда я полетела домой, я выхожу из самолёта, и вот где встречают, родственники встречают прибывших, и первый вопрос, который задала моя мама, ты остаёшься? Всё, ты остаёшься? Я говорю, нет, нет, я на каникулы. То есть она до конца верила всё-таки, что я останусь, что я не смогу, что я буду скучать, что это очень сложно. Она говорила, я думала, что ты поиграешь полгода и останешься дома. Нет, но мне было очень сложно первый год, потому что Хабаровск и Дальний Восток, это климат другой, Сибирь, здесь другой климат. Я очень много болела первый год, мне было сложно учиться в плане вот именно здоровья. Какая разница? Какой климат? Потому что Дальняска это всё Сибирь. Да, вот Сибирь. Да, Сибирь. Вот интересно, я живу в Новосибирске 25 лет. 10 лет? Нет, сколько? Так, я 8 лет училась, 15 лет, ну, чуть меньше 25 лет. И вот когда я приехала первый год сюда, здесь зима была очень-очень холодная, здесь были 40-градусные морозы. А, значит, Хабаровск? Очень, да, да. Там немножко влажность, она намного выше в Хабаровске, то есть здесь не влажно, здесь сухой воздух. И вот какая-то вот смена климата, она вот была мне так, ну, давалось тяжело. И вот училище хореографическое, вы, наверное, видели его, оно такими большими-большими окнами. И вот раньше окна в училище не были пластиковые. А где находится? Каминская, 36. Вот за театром оперы и балета сразу стоит училище. Там были алюминиевые ставни, они вот были, из металла. Вот ставни, очень большие окна, и ставни из металла. И из них очень-очень дуло, и было очень-очень холодно. И зимой, когда вот мы были маленькие девочки, нас заставляли забивать ватой в щели этих окон, чтобы, ну, как-то вот, чтобы было тепло. И вот мои детские такие вот воспоминания, что было очень холодно, вот в интернате холодно. Комната, огромное окно, у нас жило много, 8 девочек, наверное, или 6, то есть мы вот как-то у нас были двухъярусные кровати в комнате, но вот этот вот такое ощущение какой-то зябкости, в балетных залах холодно, может быть, из-за этого я болела. И мама думала, что я не выдержу вот этого. Но в результате я закончила, да, училище, и закончила я его с красным дипломом, с отличием. хотя, как у всех девочек, ну вот самый такой вопрос, который обычно задают, когда узнают, что я балерина, а правда балерины ничего не едят? я не могу говорить за всех балерин, я скажу за себя. Вот когда мы учились в училище, как у девочек, бывает переходный возраст, и многие набирают вес. Вот у меня была проблема с формой, и была проблема с формой, тоже я не знаю, может быть, питание, потому что в училище мы питались по часам, то есть завтрак там в восемь, обед в час, ужин в шесть. Какое-то такое дробное питание, потом, как питание было адаптировано как для девочек, так и для мальчиков, то есть нам давали картошку, булочки, кормили как обычных людей, то есть не было такого, что хореографическое училище, никакое не было. И когда начинались вот проблемы с формой у девочек, то вставал вопрос, а даже не что делать, а об их отчислении, то есть у тебя проблема с формой, значит, тебе дают какое-то время, если ты не похудел, тебя отчисляют из училища. Да, отчислять из университета, из училища, то есть профнепригодный, значит, что профнепригодный. То есть для балерины это очень важная форма, и даже училище. С училища, это очень важно. И когда, значит, у нас каждую субботу было контрольное взвешивание. Вот мы дети, обычные дети, которые должны играть в куклы, я не знаю, бегать, прыгать в резиночки какие-нибудь. Мы были уже такие сознательные, взрослые, мы понимали прекрасно, что это наша профессия, и мы должны сделать максимум, приложить максимум усилий, чтобы остаться в ней, чтобы тебя не выгнали с позором из училища, ну, еще и за внешний вид. Вот, и когда у меня спрашивают, ну, правда, да, ты там ничего не ела? В училище, да, я могла съесть один апельсин в день, и как-то, ну, и ладно вроде как. Так, вы ели, если один апельсин, как вы дальше жили? Да, потом меня спрашивали, а как ты ходила? Ходила как-то. На мотивации, да? На мотивации, да? Да, вот оно, желание, стремление. И потом вот в субботу контрольный вес мы шли на весы, и вот сетка, там, рост веса, отношение роста веса у балерины, там, вот ты должна 160, например, у тебя рост, 40, это примерно, это 40 килограмм ты должен везти. Вот у тебя, если лишнее что-то, твою фамилию вот так подчеркивали красным фломастером, и вешали на такую доску, мы называли доска позора, что вот, да, ну, так боролись. Но, тем не менее, кто-то выдерживал, кто-то бросал и уходил, кто-то относился к этому с юмором, кто-то вот, все люди разные, все по-разному относятся к этому. Мне кажется, для детей такое немного психологическое давление, потому что ты ребенок, и тебя вот на, твое имя на доске, его еще подчеркивают, все видят, что у тебя проблемы. список давали нашему педагогу по классике, там, если у тебя долго проблемы, там, снимали стипендию, ну, это нормальная такая, как сказать, практика в училище. То есть мы относились это как к своей профессии. Нас учили относиться к своему телу, уважать себя, то есть уважать педагога, который пришел на тебя смотреть, чтобы у тебя там щеки, и нигде не висело ничего лишнего. Но после училища в моем доме не было весов, я сказала, вот все, весы остались там. Потом уже как-то ты становишься взрослее, ты смотришь на себя в зеркало, у тебя все нормально, отпадает вот этот вопрос веса, он уходит как бы, он становится ненужным. И сейчас вы тоже можете сидеть на диете, или сейчас нет диеты? Сейчас нет диеты, сейчас уже немножко другая нагрузка, уже свое питание. И вот когда меня спрашивают, а балерины там вот не едят картошку, скорее всего, не есть картошку, не есть мучное, не пить сладкий чай, это привычка, а не столько, как вот какая-то там особая диета волшебная. Это привычка. Есть больше овощей, фруктов, там как-то следить за... Мясо есть, рыбу есть, а не какие-то там фаст-фуды или еще что-то. Ну, то есть как бы с этой проблемой можно бороться. И жалко, что в училище не учат этому. То есть это все оставляют на ребенка, как бы. Вот что он может сделать? Вот сейчас я учусь, закончила курсы по фитнесу, и нам очень много рассказывали, как правильно есть, и как правильно питаться, и как важно есть. Один апельсин в день, мне сказали, ну, Маша, так нельзя. Но мы были дети, да, мы подруг... А до сих пор нет. По-другому я не могла. Я не знаю, как сейчас. Но борьбу, как бы, конечно, с формой также продолжают бороться, но как сейчас девочки поступают, я не знаю. Кто-то, может, какие-то таблетки пьет, кто-то, может быть, продолжает ничего не есть. У кого-то нет этой проблемы, у всех по-разному. В училище я закончила с красным дипломом, с отличием. И на третьем курсе еще, будучи студенткой, меня пригласили работать в театр в качестве стажерки. Не каждого так приглашают, то есть выборочно, да. Но начальство художественное, в лице художественного руководителя балета, это делает больше для того, чтобы человек остался в труппе, чтобы он не уехал куда-нибудь после окончания училища. То есть, как чуть-чуть заманивает, так вот сказать. И меня пригласили, я осталась в театре работать. Когда вы были на стажировке там, вы тоже участвовали в спектакле? Да, да, мы участвовали в спектакле, я приходила танцевать маленьких лебедей в лебедином озере, потом были какие-то концерты совместные с артистой, и я еще студентка, мы танцевали на каких-то концертах, в каких-то спектаклях нас занимали. Но самое главное, у меня был пропуск в театр, и я могла спокойно ходить на спектакли, заходить в театр и смотреть. Наша профессия, она... самое главное, это смотреть, смотреть и знать, кто, что, где танцуют, какие постановки, какой артист. И у нас очень хорошая зрительная память, мы учим глазами. То есть, когда я пришла в театр, я уже знала всю труппу, весь репертуар, кто танцует, что танцует, я уже знала, что я хочу танцевать. Это, это, вот эта партия мне нравится, мне помогло это. И меня уже все знали, то есть, какого-то такого болезненного прихода в театр, потому что, когда приходишь в новый коллектив, к тебе очень так относятся строго. То есть, кто-то приходит, ага, закончила училище, а еще с пятеркой, ну давай посмотрим, что ты можешь, как ты можешь. Трудно. У меня этого не было, потому что я уже год спокойно вот ходила в театр, и мы все знали, всех знали, нас все знали. Мы каждый спектакль, я и моя подруга, вот мы были такие вот, мы придем на спектакль, и она, ой, опять они пришли, что же вам не сидится, что же вы не гуляете? а мы нет, мы спектакль смотрим. Ну, и как? У вас было все время в училище, в театре? В училище, театр, да. Так вот сложилось, что балет стал моей, вот, моим, скорее, образом жизни. я бы не сказала, что, ну, как сказать, что это трудно для меня было, или я чем-то жертвовала, я просто так жила, вот мне было комфортно так жить, мне было это интересно, а не трудно, и не потому, что мне надо идти опять в театр, нет. И так же потом, когда ты приходишь первый год в театр, как у меня двое детей, и когда у моих детей, ну, есть врач, и она говорила, ой, Маша, самое сложное с ребенком, это первый год жизни ребенка и первый класс, вот что-то первое, она всегда самая сложная, первый год работы в театре, не знаю, там первый год учебы в институте, вот пока ты втягиваешься, пока ты привыкаешься, когда мы пришли первый год в театр, после восьми лет училища, когда, в принципе, мы жили, жили на третьем этаже, спускались на второй этаж, у нас были учебные классы, тут же у нас были залы балетные, все было, нас накормили, тут же нас уложили спать, нас подняли, все было по режиму, по графику, мы вот привыкли к такому, маленький мир такой, это было как училище, колледж, и там и кафе, столовая, и там спите, и там учите. Мы дети иногородние, интернатские дети, как нас называли, но у нас были на курсе и домашние дети, которые жили дома с родителями, а так как я из Хабаровска, мы жили в интернате, мы были интернатские дети. И вот после того, как все время вы живете так, и потом заканчиваете, у вас уже другая новая жизнь, вот это самое сложное. Да, и ты приходишь в театр, и на тебя обрушивается просто поток вот такой новой информации абсолютно, это новый коллектив, новые балеты, которые нужно учить, то есть ты должен соображать быстро, ты должен в первый месяц доказать, что ты можешь, что ты не зря 8 лет проучился, то есть ты должен быть суперсообразительный, суперстарательный, максимально собранный, максимально ответственный, потому что балет не прощает, и руководство не прощает ошибок. Но это именно первый месяц? Или весь год? Весь год, то есть весь первый год без ошибок. Ты новичок, ты должен быть, вот, стараться, много усилий, очень, очень много усилий. И это сейчас ты набрал телефон, тык-тык-тык, ну-ка, лебединое озеро, посмотрел на ночь, ага, повторил, так, ну, завтра у тебя какая-то там премьера. Когда я пришла в театр, у меня не было интернета, у меня не было телевизора, у меня не было видика с кассетами, дисков тогда еще не было. И когда мы что-то учили, я записывала, то есть два шага туда, пошел пор-де-бра, сделал сюда, пошел сюда. И вот у меня, надо, забыла, надо было взять ради интереса, у меня целая тетрадь рукописей, партии, то есть партия такая-то, и вот у меня все записано. И вот перед сном, ты не смотришь видео, а ты читаешь свою тетрадь. То есть какие-то там схематические, человечки у меня там нарисованы. Но мне это всегда помогало, и я всегда всем говорю, не можешь выучить, запиши. Мой метод такой. Но у артистов балета есть такая особенность, называется мышечная память, или, как мы говорим, мы делаем на автомате. Ну, Маша, что такое на автомате делать движение? То есть когда твое тело привыкло делать какое-то движение, то есть я уже не думаю о порядке, я работаю 15 лет в театре, мне не нужно думать о порядке, он во мне, он где-то, ну, это сложно объяснить. Он где-то в голове все, во всем теле. Да, он вот, он полностью во мне, да, и... Это называется мышечная память. Да, мышечная память. Это как на велосипеде кататься, да? Мы всегда знаем, как это делать. Вы никогда не разучитесь кататься на велосипеде. Также вот и в балете, это, и, например, я вот иду по парку, и в парке утром часто играет музыка классическая. Я слышу музыку, и я не первым делом думаю, какой композитор, откуда она, а я начинаю танцевать. Я, ага, движение, а, ну, это, допустим, китайский танец из щелкунчика. Вот что первично, да, для балерины? Ты что-то, как ты вспоминаешь текст, может быть, для оперного, да, певца, а балерина вспоминает движение. Вот, это тоже, это интересно, я всегда об этом думаю, думаю, надо об этом где-то записать. что для артиста балета вот стоит на первом месте, да, это движение, то есть у нас язык жестов, как мы же не говорим на сцене, да, мы танцуем, язык нашего тела, то есть мы... такой язык, как мы говорим вербальный, да, когда мы говорим, а есть язык, когда мы показываем, что это, то есть тоже язык жестов, это танец, да, по сути, это танец. Вот, поэтому это так, ну, интересный такой момент. ну, конечно, первый год очень сложно привыкать к большой сцене, и вообще ощущать себя на сцене, ощущать себя перед зрителем, ощущать себя как артист, то есть ты уже не маленький ребенок, который пришел, ты артист, все, закончилась вот эта пора училищная, тебе надо быть уже взрослым, уверенным, да, профессионалом, и, конечно, наша профессия, она все-таки основывается на непрерывном саморазвитии каком-то, мы, да, как говорят в России, да, век живи, век учись, вот, балерина учится всегда, и самое сложное, наверное, вот у вас был вопрос, что самое сложное в профессии, это не останавливаться на достигнутом, это вот я сравниваю всегда с эскалатором, вот, который едет вниз, а ты идешь наверх, и вот чтобы идти, тебе постоянно приходится идти, ты не можешь, самое простое, лечь на диване, лежать, да, балерина не может этого себе позволить, что-то, то есть, то есть, что-то, каждый день, каждый день, да, она не имеет права лежать на диване, балерина не может этого делать, я, тоже, я не могу говорить за всех, я могу сказать за себя, и когда я прилетала на каникулы в Хабаровск к своей маме, и мама на меня всегда смотрела и говорит, господи, Маша, ну, в кого ты такая, я стелила ковер, я тянулась, я гнулась, я качала пресс, я качала спину, я качала стопы, я записывалась в какой-то тренажерный зал, то есть, привычка быть все время в тонусе и в движении, это тоже скорее образ жизни, и сейчас вот у нас отпуск был там три недели, я не могу, я не занималась классом, то есть, я не ходила в театр заниматься, но я делала свою гимнастику, то есть, мы постоянно должны себя держать в какой-то форме, потому что иначе очень сложно потом будет начинать, да, получается, что ты начинаешь всегда заново, то есть, ну, это тоже, это специфика нашей профессии, не может быть, тоже как спортсмены, когда, да, нужно все время быть в форме, если ты делаешь большую паузу, потом трудно вернуться, здесь точно так же, да, потому что это все работает физически, если вы отдыхаете три недели, через три недели будет сложно начинать снова. Все сначала, и все сначала, да, и вот это вот самое сложное, также спектакль, но вот как зритель приходит на спектакль, и тоже я могу сравнить спектакль, это с айсбергом, вот, фильм «Титаник», да, и айсберг, мы видим только, зритель видит только верх айсберга, то есть спектакль это вот, а что находится под тем, чтобы выпустить этот спектакль, зритель этого не видит, но это каждодневный труд, это очень много часов, проведенных в балетном зале, это работа с педагогом, это твоя самостоятельная работа перед зеркалом, это твоя работа перед сном, ты постоянно думаешь, если ты готовишь какую-то партию, ты посвящаешь все свое время этой работе над ролью, то есть тебе ставят премьеру, ну, не важно, допустим, принцессы в щелкунчике, Машеньки в щелкунчике, тебе дают три недели, вот, ты должна за три недели приготовить партию, в театре, как принято, у всех есть свой педагог, когда я пришла в театр, моим педагогом была Лидия Ивановна Крупенина, она выпускница в Московской академии, и это был первый как театр, и вот она была первым набором артистов в театре, то есть она вот с истоков самых открытия театра, вот у меня был замечательный педагог, она была безумно воспитанной, интеллигентной, умной, чуткой, я никогда не слышала от нее никакого грубого, оскорбительного какого-то слова, она была всегда вежливой, она была очень вежливой, она всегда, да, и она относилась к своим ученицам, ну как своим родным каким-то людям, то есть я могла и поплакаться, прийти как-то, я знаю, что она меня послушает, я могла ей рассказать о чем-то, то есть, но с ней было очень приятно работать, она очень много давала, говорила с тобой, рассказывала, но я говорю, она никогда не ругала, и первый год, когда страх сделать что-то не то, и как-то наврать порядок, либо свалиться с двойного перуэта, это же очень-очень страшно, в первый год, ты думаешь, боже мой, меня же сейчас вообще наругают, тебе стыдно, очень стыдно, ну, Лидия Ивановна подходила, говорила, ну да, не получилось, но мы будем работать, вот так, это, ну ты как-то, ну ладно, все, буду работать, и ты знал, что я завтра сделаю еще лучше, чем я был вчера, вот это очень важно. Ну да, для преподавателя, для учителя, для педагога очень важно, когда ты не говоришь, ты плохой, ты сделал ошибку, а ты поддерживаешь, мотивируешь, ну хорошо, ошибка, будем работать, да, и это, я думаю, тоже, конечно, мотивирует очень сильно, и мы хотим продолжать. Да, и другой педагог, у меня тоже, Татьяна Олеговна Кладничкина, она народная артистка, она тоже работала очень много, ну танцевала в театре, все ведущие партии, и она мне все время говорила, балерина должна думать, то есть, как многие, когда мы смотрим, какие-то передачи с какими-нибудь артистами, и я думаю, ну как надо же, как хорошо говорит этот артист, как приятно его слушать, а иногда другой говорит, ты думаешь, ой, не надо, танцуй, лучше танцуй, не говори ничего, но... Именно артист балета. А, да, да, я про артистов балета говорю, и всегда так, ну, видно по артисту, как-то, не знаю, что ли, сколько книг он прочитал, или сколько фильмов он посмотрел, или там, чем он интересуется, видно это, и вот Татьяна Олеговна говорила, Маша, балерина должна думать, перед тем, как ты что-то делаешь, ты подумай, а потом сделай, а не так, что, а, и понесла, нет, и я всегда говорю, наверное, во всем, в любых профессиях, да, главная голова, твое отношение к профессии, твоя какая-то, ну, именно твоя, как, твое образование, что ли, самообразование, твоя увлеченность этим делом, в балете без этого, нет, ничего не получится. Я думаю, во всех профессиях, в любой профессии, если ты не вкладываешь туда своих усилий, ты не думаешь, не работаешь, ничего не получится. И, если вернемся опять к этому айсбергу, и вот, за твоими плечами тысячи часов, проведенных в зале, стертые ноги, больные колени, натруженные галиностопные суставы, больная спина, усталость, не знаю, какой-то, когда иногда, очень разные бывают дни, бывает, ты встаешь, и у тебя все получается, тебе все легко, и ты думаешь, боже мой, да вообще, что я тут, что я тут, как, делаю, да я все знаю, я все умею, а ты на следующий день приходишь, а у тебя ничего не получается, ты ничего не можешь. с языком, он просто не варит, и иногда, вот, и тут тоже, и ты приходишь, оказывается, ой, кошмар какой, а у тебя, а такое случается перед премьерой, очень часто, когда все валится, да, и все, и у тебя, ой, и у тебя уже и не спится, и ты уже спать не можешь, и ты уже вроде и есть не можешь, тебе уже страшно, ты думаешь, я не готов, хотя ты три недели, каждый день, вот это вот репетировал, и все, и у тебя уже руки трясутся, в жар бросает, и вот, самое сложное, это справиться со своим волнением, потому что, так же, как артист балета, это не артист кино, у которого есть несколько дублей, дубль не получился, режиссер кричит, плохо, переснимаем еще раз, артист балета выходит на сцену, он сделал, он молодец, он не сделал, он не молодец, все, то есть, вот это вот, самообладание, и умение управлять своими эмоциями, своим телом, конечно, это первоочередное для артиста, то есть, получается, сначала работа, ты учишь танец, ты учишь свою партию, ты работаешь, а потом у тебя еще период, когда ты волнуешься, тебе нужно работать еще с этим, чтобы... и тоже в балете часто говорят, ты выходишь на сцену, у тебя должна быть холодная голова и горячее сердце, то есть, ты должен выйти абсолютно с холодной головой, без всяких вот этих вот лишних, меня трясет, я не могу, у меня сейчас ничего не получится, нет, ты должен быть уверенным, и, как мы всегда говорили, смелый, да, человек, это половина успеха, ты уверен в себе, ты тогда никаких проблем не будет однозначным. Хорошо, но когда вы начинали работать, было трудно бороться с этим волнением, или вы сразу, вот там, первый спектакль, и все, потом не было волнения, или это каждый раз... Я тоже, как говорят, я работаю 15 лет в театре, и мне всегда говорят, так надо уже не волноваться, нет, волнение, это неотъемлемая часть нашей работы, то есть, ты должен волноваться всегда, как вот еще говорят, здоровое волнение, оно, наоборот, идет тебе на пользу, нежели ты стоишь за кулисами, а ладно, мне не важно как-то, это плохое чувство, тебе должно быть всегда важно, и ты всегда должен волноваться, вот, это как-то тебя подстегивает, стимулирует, как-то там вырабатывается адреналин какой-то, в кровь впрыскивается, ты выходишь, эмоции, конечно, ты как-то, иногда ты стоишь за кулисами, вот какая-нибудь погода такая пасмурная, и вроде сил нет, и вот, и вроде, может быть, я бы сейчас лучше посидела бы дома, под пледом, книгу бы почитала, тебе надо там три акта станцевать, и ты вот как-то выходишь на сцену, и все, и вот, и что-то вот происходит в твоем организме, что ты, ты забываешь абсолютно обо всем, вот, ты вот здесь и сейчас перед тобой зрители, ты на сцене, и все, другая жизнь, другая жизнь, ты живешь своей жизнью, а на сцене, это уже другая жизнь, это уже другая жизнь, и сколько часов в день, сколько дней в неделю вы работаете в театре, я так понимаю, что много часов, да, с утра до вечера, как обычный день, восемь часов, там, девять, или нет? Ну, так, примерный распорядок дня, у нас каждый день в театре урок, урок это классический танец, мы встаем к станку, делаем экзерсис, который мы делаем с первого года обучения в училище, он, то есть вот столько лет, 25 лет каждый день, ты делаешь батман тендю, ну, условно я скажу, да, то есть вот, это как для музыканта, какой-нибудь арпеджио он там играет, или какие-нибудь гаммы, он тренирует свою технику, если он не будет играть эти гаммы, пальцы его начнут заплетаться, это как какой-нибудь диктор на телевидении, какие-нибудь скороговорки говорит, вот для нас урок это, или какой-нибудь музыкант настраивает скрипку, вот мы так настраиваем свое тело, то есть без урока ты не можешь начать день, вот это как ты привык встать утром, зубы почистить, вот для артиста балета урок это вот что-то такое. Типичное, каждое утро. Каждое утро, да. Потом репетиции, например, если вечером спектакль, ну, допустим, лебединое озеро, мы репетируем лебедей, все, репетируем лебедей, потом какие-то еще танцы, которые есть в этом балете, перерыв и спектакль. Обычно, если спектакль начинается в 7, то тебе нужно прийти заранее, сделать прическу, сделать грим, разогреться, надеть костюм, проверить там пальцы, ну, пуанты, мы их называем пальцы, туфли, проверить все готовность свою, все, спектакль. Спектакль заканчивается, то же самое ты идешь, все снимаешь, размываешь макияж, все, идешь домой. Это обычный день. Балерия. А как часто у вас есть спектакли? Вы участвуете во многих спектаклях? Да, я участвую практически во всех спектаклях. И балетов сейчас очень много. И политика нашего директора сейчас такая, что балет у нас на первом месте, балет красиво, балет хорошо. И всегда полные залы на балет, всегда с большим интересом ходят на балет. Я в последнее время не видела пустые залы со сцены. Мы же прекрасно видим зрителя. Всегда полные залы, всегда принимают хорошо. Мне всегда очень интересно, когда мы танцуем тысячный раз «Лебединое озеро», я думаю, неужели еще есть люди, которые его не видели? Почему полный зал? Мне нравится, ходят. Можно, сколько раз нужно пересмотреть. Кто-то ходит по несколько раз. А я иногда думаю, «Боже мой, неужели не надоело?» Опять одно и то же. Но еще наше искусство. Я недавно ходила на спектакль «Старый дом». Мы попали на социопата с подругой, и я вышла в таком жутком восторге, потому что это немножко, ну, мы театр. Понятно, что я работаю в театре, и пришла я в театр, но это совсем что-то другое. И это такой какой-то удивительный спектакль. И там, ну, в общем, я не буду вдаваться в подробности, но у них диалог. Мы потом разговаривали с артистами, потому что мы в таком восторге подошли к артистам. И вроде мы все артисты, и вот нам так интересно с друг другом было поговорить. И они говорят, у нас есть канва, ну, как сказать, чтобы понятно было. Канва. Ну, как структура, да. У нас есть диалоги, но они могут отличаться от спектакля к спектаклю. Вот артист пришел, у него сегодня вот такое настроение. Да, есть определенная схема, но он может ее как бы нарастить вот чем-то своим в этот день, в другой день другое сделать. И вот у них спектакль очень живой организм. Классический балет очень консервативный в этом плане. Вот надо сделать так и никак иначе. У тебя есть задача сделать арабес, фаи какой-нибудь, ранверсе. ты не можешь сделать другое движение, ты должен сделать только так и никак по-другому. А если на уроке или на спектакле вы делаете другое движение, ну, вот вы сделали что-то от себя? Нет, нет. Все, сразу нет? Если ты солист и ты можешь себе это позволить, но в рамках допустимости, то есть... То есть все равно у каждого исполнителя есть свой характер, своя личность. Ты можешь музыкой... Окрасить. То есть даже сама симфония, но все равно это не та же самая, потому что каждый артист, каждый пианист играет, исполняет по-своему. Да, то же самое, да, одинаковое. Вроде и не одинаковое. То есть это тоже такая... Или ты вот выходишь танцевать, и сегодня дирижер у тебя вот этот вот человек. То есть, да, дирижер. И вот мы очень много идем от музыки, и иногда ты думаешь, ой, как ужасно играет оркестр сегодня. И трубы вроде не там, и ударные инструменты не там. Думаешь, что такое? Насколько ухо привыкает слышать оркестр, да? И скрипка сегодня, какое-нибудь Лебединое озеро, это же сплошные струны с мучковой. Думаешь, ой, что-то сегодня как-то не очень звучит. А иногда настолько звучит оркестр, и ты думаешь, ой, и мурашки бегут, что-то тебе хочется. Да, это же... Ваша работа тоже зависит от оркестры. От очень многих факторов это всё. Это какое-то такое вот единое дело, которое делаешь не ты один, а вот очень много людей. Иногда ты выходишь на сцену, и зал сидит. Зал сидит тихо. Тихо так вот как-то. Видно первые ряды, видны ярусы, может, не очень. И ты вот, и ты не думаешь, и ты начинаешь чувствовать вот это вот, какой-то обмен зрительным залом, энергию ты как-то на каком-то вот уровне, ты начинаешь ловить. Иногда зал очень тёплый, который вот рукоплещет, и вот чувствуешь какую-то отдачу, такую вот именно оттуда, через оркестровую яму, да, и ты отдаёшь. Иногда не получается это. Это вот тоже, это вот ты вот всё время, и как тоже какой-то вопрос есть, что ты получаешь. И вот это вот именно верхушка айсберга, ты даёшь зрителю спектакль, и в конце аплодисменты, это вот как последняя точка, когда ты заканчиваешь, гештальт закончен, то есть вот эта весь твоя долгая-долгая работа, она заканчивается последними аплодисментами. И всегда мы думаем, когда перед каким-то таким, ну, важным событием, или перед каким-то там, не знаю, походом, или что-то мы так ждём-ждём, и вот ты думаешь, а что я буду чувствовать потом, когда оно закончится? И вот оно заканчивается, и иногда пустота такая, вот в хорошем смысле пусто, и эмоций нет, и вот ты идёшь домой, и вот эмоций нет, потому что ты как бы всё отдал, и, ну, это максимум, максимум, да, все, и пусто, и тихо-тихо как-то вот внутри, но это такое очень правильное состояние, это вот когда ты сделал вот такую большую работу, она была сделана, она закончилась, и всё, и ты выдохнула, всё вроде, и завтра снова, но завтра, да, ты пришёл домой, ты смыл себя под душем этот день, как мы говорим, надо смыть себя этот день, всё, ты лёг спать, может быть, ты не заснул в эту ночь, потому что у тебя мысли, потому что мы, ну, вот я прокручиваю в голове, как оно было, где я что-то не так сделала, а где, может быть, какие-то моменты были в этот раз, такие удачные, там, может, с партнёром что-то получилось у тебя, там, не знаю, там, не пять пируэтов, а там, десять пируэтов, и ты думаешь, вот, ничего себе, я молодец, и ты так, ну, как-то, а может быть, что-то не получилось, и ты как-то, говорю, тебе от этого плохо, ну, вроде ты готовился, ну, не получилось, ну, вот так получилось, не получилось сегодня, а утром ты встаёшь, и опять станок, опять батман тендю, и опять всё по-новому, вот оно вот по спирали развивается, выходные у вас есть? Выходные есть, выходной у нас в понедельник, да, потому что театр, как говорится, это мы развлекающие, народ мы должны завлечь, развлечь выходные, а у нас выходной в понедельник, один день, один день, один понедельник, да. Хорошо, и помимо театра, у вас есть ещё какие-то мероприятия, какие-то активиты, чем-то вы занимаетесь, вот вы говорили, что курс проходили по фитнесу. Это, как вот мы тоже говорим, любая смена деятельности, это и есть отдых, ты привык делать что-то, тебе надо сменить свою деятельность, я очень люблю шить. Шить тогда одежду. Я шью балетную одежду для себя, да. Нет, нет, я шью купальник, юбочку, то, что вот мы работаем в театре, в чём мы занимаемся на уроках, на репетициях, и когда мама у меня учительница русского языка и литературы, и она говорит, Маша, ну вот я стою каждый день перед классом, и она мне, она мне с детства всегда говорила, что, ну, женщина должна следить за тем, как она одета, что у неё там должно быть всё выглажено, чистенькое, такая вот, я говорю, мам, а я каждый день стою в балетном зале, вот для меня это то же самое, да, то есть мы настолько немножко оторваны от обычной жизни, мы очень много времени проводим вот в балетном зале, то есть нам очень важно, как выглядит балерина именно там, когда ты наденешь новый купальник или новую юбочку, у себя как-то, а у нас же и зеркала в балетном зале, ты видишь своё отражение, не то, что ты как нарцисс там красуешься, тебе приятное, это как... Красиво выглядеть, будет приятно посмотреть на себя в зеркало, да, то есть для балерины это важно. Ну, я думаю, для каждого человека, мне кажется, это важно, выглядеть красиво, и тебе нравится, главное, нравится себе. это так, поэтому, когда ты приходишь утром на урок, и я выдвигаю свой ящик, у меня там 50 купальников, и так, надену сегодня эту юбочку, так это вот к этому сочетается, ну вот. Ну, как девушки утром, да, девушка выбирает, что у нас сегодня вот эта футболка, в офис, а я одеваюсь в балетный зал. Хорошо, вы говорили, что в училище, да, в вашем, где вы учились, были девочки и мальчики, да, то есть у нас есть балерина, артистка балета, есть... Артист балета. Артист балета, да, и мы говорим балерун, но балерун, что интересно, балерина это такое литературное, ну, можно сказать, что литературное слово, мы говорим, балерина, а балерун это больше разговорное, то есть оно не литературное, И очень часто у него есть такая деталь ироничная, то есть если мы говорим он балерун, то это больше как вот что-то шутливое, то есть балерина, балерина и балерун, ну как-то. Ну вот посмотрите, если мы возьмем любой спектакль, ну допустим мы возьмем спящую красавицу, например, это очень старинный балет, и партия женская в несколько раз больше, чем партия мужская, то есть мужчина, он изначально в балете был для того, чтобы поддержать партнершу, на него не делался акцент, это выходила балерина в какой-нибудь дорогущей красивой короне, ее пачка была там расшита какими-нибудь камнями, украшена, то есть балерина первоочередной на сцене, партнер поддерживает, да, мы даже у нас в училище есть дуэт на классический танец, это когда мы приходим и мы учимся вращаться с партнером, делать поддержки там все различные, и педагог нам всегда говорил поддерживать партнершу, не держать ее, а поддерживать, помогать ей. Балерина это такой главный персонаж в балете, да, артист балета, мужчина, он помогает балерине. Но мой муж, он артист балета, он 20 лет танцевал ведущей партии на сцене, и я могу сказать, что его танец был исключительный, то есть я никогда бы не называла своего мужа шутливо балеруном, да, то есть это тоже профессия, я видела, сколько он отдает сил, и как он на каждой репетиции менял футболки, поддерживая балерину, да, то есть он... У него две работы, помогать балерине и еще работать сановным. Да, и он также там любое классическое ПДД, это адажо, мужская вариация, женская вариация и кода общая, да, вот эта структура классического ПДД, то есть мужская вариация идет сразу после адажо, иногда партнеру приходится очень трудно, он держал-держал партнершу, потом он пошел танцевать свою вариацию, пока партнерша отдыхает за кулисами, да, ты успеваешь там вытереть пот, попить водичку, а мальчик танцует, ему все-таки сложнее, да, но мужчина... А что вы видите, вот, может быть, что рассказывал ваш муж, да, ну я понимаю, для вас это мужчина в балете, это очень важно, и это вы видите, как он работает, но что вы видите, как относятся другие люди, то есть я говорю о том, что если вот есть два слова, да, ну то, что я вижу, к балеринам как-то всегда относились более вежливо, как-то... А мужчина в балете, да, говорят, не мужская профессия, не мужская работа, и я всегда вижу, что если говорит он, там, я занимаюсь балетом, или я, не знаю, просто танцор, как-то вот люди думают, ну, очень странно на это смотрят. Ну, вы знаете, как в любой профессии, есть мастер своего дела, а есть тот, кто шёл бы ты на завод работать, вот в балете тоже самое, а с другой стороны мы возьмём спектакль трёхактный, да, на одних солистах никогда спектакль не построится, они не вытянут трёхактный спектакль, это всегда кордебалет, то есть, как говорят, да, ты приходишь, ты, ну, если ты ведущий солист, и есть кордебалет, и так, а, ну, ладно, кордебалет, ну, пусть он там, я вот звезда такая, нет, одно без другого не существует, это очень долго наш театр, когда мы ездили на золотую маску, на какие-то фестивали, на гастроли за границу, все говорили, какой у вас сильный кордебалет в Новосибирске, то есть, кордебалет, это и мужской, и женский, это тоже очень важно, то есть, ты можешь быть солистом, ты можешь быть кордебалетом, это не стыдно быть, и стоять и там, и там, потому что, как мы делаем одно дело, и одно без другого не может существовать. Есть всегда на сцене, да, есть главные, мы говорим, солисты, то есть, главные роли, да. А есть какие-то второстепенные, да, второго плана. Второго плана, когда много людей, и это какой-то фон, да, какая-то массовая сцена, и вот всегда в балете очень важно, когда есть, да, солисты и есть кордебалет, потому что, если только солисты, без кордебалета, да, весь спектакль, это будет очень трудно, то есть, это всегда большое количество. Это будет неинтересно. Вы идете смотреть Лебединое озеро, вы смотрите на эти 32 лебедя, которые выпрыгнули, это очень красиво, эти перестроения рисунка, какие-то движения, какие-то позы, и вот ты рассматриваешь, как стоит красиво балерина, это красиво очень. Ты идешь смотреть Байдерку, и выход теней, это как будто как гипноз, да, и вот они идут, но это шедевры, которые мирового классического наследия, которые были, есть и будут. То есть классический балет, как бы мы сейчас не развивали современное искусство, как бы это не было актуально и вау, да, иногда ты смотришь какие-нибудь балеты, которые танцуют на песке или там обливают водой кого-нибудь, или это все очень интересно, но оно идет вместе с классическим балетом. То есть невозможно представить театр без Лебединого, без Спящей красавицы, без Щелкунчика, не будем. Без классических постановок, спектаклей, да. И как мы за... куда мы не приедем, всегда русский балет, русская школа, это эталон. Ну да, русский балет, он такой очень развитый, и это такая, мы говорим, визитная карточка России тоже. Да, русский балет. Как вы думаете, вот балет раньше и балет сейчас, вот он сейчас теряет свою популярность, или, как вы уже сказали, да, все залы обычно заполнены, и этот остается популярным? Что вы думаете, вот что было, например, 25 лет назад, и что сейчас? Мне кажется, что у театра всегда будет свой зритель. Он может быть разный зритель, но те, кто как-то воспитан, может быть, в семье традиция ходить в театр, или как-то вот интерес какой-то кто-то проявляет. Мне кажется, балет, он всегда будет интересен, всегда будет актуален, и он не пропадет как вид искусства. То есть он как вот появился, так вот и... Да, меняется эстетика, да, вот я принесла книги, интересно просто полистать, какие были тогда балерины, какие были костюмы, какие были вот фигуры, многое прощалось как-то, у них были там коротенькие пачечки, не знаю, там, может быть, не такие длинные ноги, они такие, не так они задирали их, не так сильно гнулись, эстетика была другая. Вкус был как-то вот по-другому, да, сейчас мы привыкли смотреть на красивую балерину, которая красивые ноги, чтобы она была тоненькая, узенькая, с какими-нибудь шикарными подъёмами там, с суперданными. Вот это поменялось, но суть осталась та же. Хорошо, спасибо. Тогда, да, будем отпускать Марию. Спасибо вам большое. Вам спасибо большое. Вам спасибо. Интересно. Да.